Благодаря вам, подписчикам и гостям, я Джетли, и сегодня я вам расскажу немножко о том, как меня посадили на диету, с которой я поправилась на 3 кило. Класс. В смысле не соблюдала? Я её соблюдала, пока не поправилась на 3 кило. Рекомендации. Ограничение в пищевом рационе продуктов, содержащих большое количество жиров. Растительное и сливочное масло, маргарин, майонез, орехи, семечки, оливки, жареное мясо, жирное и сливочное масло, жирное и сливочное масло, копченки, консервы. Из фруктов мне разрешили жрать только яблоки. Всё. Жирные жопы тоже нельзя есть, потому что тут написано, исключение жареное мясо и колбасное изделие. Вести пищевой дневник. Я вела пищевой дневник. Я честно подключила всех, кто должен в этом участвовать в Телеграме, и скидывала туда то, что я ем. Физическая нагрузка, спорт два раза в неделю, ходьба в непрерывном режиме по одному часу. Знаете, тысячи шагов в день очень сложно сделать, когда ты, сука, работаешь в сидячем положении целый день по 14 часов. У тебя не остаётся тупо времени на то, чтобы целый час ходить, потому что ты в 6 встаёшь, едешь на работу и до 10 часов на ней сидишь. Там, ну, ходишь, конечно, но без телефона, типа, ну, это не считается. 10 тысяч шагов ты должен пройти, типа, за один раз. У меня нет времени ходить столько. Я хожу в спортзал, я хожу, да. Но иногда у меня просто выпадает три выходных в неделю, тогда я только три выходных хожу. Вот когда выпадает два, я хожу два выходных. Сахароснижающая терапия. Ребят, это всё по рецепту. Не покупайте, если не уверены, если вам врач не прописал. Метформин, глюкофаж лонг, 750 миллиграмм в ужин. При проведении контрастного исследования или операции отмены за 48-72 часа. А потом хочется сахарочек. Метаболическая терапия. Надо пить таурин. Он у меня стоит просто. Мне сказали, что таурин это для того, чтобы я чувствовала себя бодрой. А оказывается, метаболическая терапия. Дибикор. 250 миллилитров у меня почему-то 500 только. Не знаю, мне не выдали 250. Сказали, есть только 500. Я проходила три аптеки, там только по 500, по 1000. Ну и хрен бы с ним. Буду пить 500. Может, метаболизм у меня в два раза увеличится. Я вообще энергетики пью. Там тоже, извини, не атаурин содержится. Терапия недостатка витамина D. Вот это я пила честно каждый день, пока у меня не кончилась третья баночка витамина D. И я что-то забываю его купить. Кали-кальцетферол. Господи, понапишут название. Что мы это? Сиди, язык ломай. Сломался. Посинел от натуги. Аква-3-милли-вегантол. По 20 капель один раз в день, один месяц, а затем по 25 капель один раз в неделю постоянно. А теперь самое сочное. Это диета. Вы ее, конечно же, так не прочитайте с листочка, зато я прочитаю вам. Правила использования. Хорошо, хоть ко мне инструкцию не написали. Из каждого столбца можно выбрать по одному блюду. На каждый прием пищи. Три завтрака, чай и овсяная каша. Или два кофе и два яйца. Совмещать нельзя. Комбинации могут быть любимыми. А что делать, если я не люблю ни овсянку, ни яйца? Сука, кофе меня вообще проносит сквозь поля и леса, берега с молочными реками. С шоколадными реками. Избегайте неправильно приготовленных продуктов. Т.Е. Использование майонеза, панировки, обжарки на масле, использование большого количества масла в готовке. Допустимый способ термической обработки мясных продуктов. Гриль. Тушение без предварительной обжарки, запекание в фольге. Во время процесса снижения веса пейте много жидкости. При первом чувстве голода выпейте стакан воды. Я обычно пью воду постоянно, потом бегаю в садик 4 лапы. Нельзя употреблять соки, в том числе свежевыжатые соки, сладкие напитки, добавлять сахар в чай или кофе. Избегайте сладостей, в том числе меда и на фруктозе. Употребление фруктов допустимо в первой половине дня. По факту мне можно одно яблоко за завтраком. Молочная продукция должна быть с низким содержанием жира. Молоко и кефир, творог до 1,5%, сыр до 17%. Завтрак должен быть обязательно. Чай без сахара, либо кофе без сахара, либо цикорий, либо имбирный напиток без меда. Что такое имбирный напиток? Каша овсяная, 4-6 столовых ложек, либо творог до 5%, либо яйцо 2 штуки, либо йогурт. Йогурт от 0 до 2% с отрублями, без сахара. Конечно же. Перекос мне запретили. Мне сказали худей, жирная жопа. Обед. Суп вычеркнули. Без супа. Говядина, которую я есть не могу. Вареная тушеная на гриле. Или курица вареная тушеная на гриле, ну это типа либо-либо. Либо рыба вареная тушеная на гриле. Короче, мне можно либо курицу, либо рыбу. Тушеные овощи, либо овощной салат, либо свежие овощи. Чай, либо кофе, либо минеральную воду. Ужин строго до 19 часов. Я, понимаете, прихожу домой где-то часов в 11. Я не обедаю на работе, но я ужинаю дома овощным салатом обычно. Рыба вареная, либо тушеная на гриле. Либо курица вареная, либо тушеная на гриле. Либо творог. Почему-то обезжиренный зачеркнуто. Наверное, очень жизненный нужен. Либо кефир от 0 до 1,5%. Либо тушеные овощи, либо овощной салат. А соблюдала я эту диету. На неделю-две я, правда, соблюдала. Но я соблюдала. Честно, соблюдала. Вот. И поправилась ещё на 3 килограмма. Может быть, дело в ужине, конечно. То, что я ужинаю не до 7 часов, блин. А после 23 салатом всё так странно и непонятно. Не знаю, мне эта диета как-то не шибко помогла. Это, по-моему, какое-то издевательство. Я даже кофе не пила. Никакого кофе. Никакого. Я пила чай. Кто-то мне заболела. Пила ферверкс. Брэм. Ну, и что я сделала? Я отказалась опять. Опять без врача. Опять без врача я, короче, разрешила себе не пить свои таблетки. Свои таблетки разрешила я себе не пить. Не эти, которые мне выписали. Вот тот в диете. А те, которые мне выписали в психушке. В пындышке. Вот. Но я планирую их возобновить, пить, когда мой вес снизится хотя бы до 78. А не 80. Потому что что-то у меня такое подозрение, что толстею я именно от них. Потому что, когда я ходила в стационарку, в стационарке мне давали таблетки, другие немножко, но типа с тем же действующим веществом. Но они были лучшего качества, чем дают мне сейчас. Потому что я точно знаю, что диалоксера мне не подходит. Но мне ее сейчас выдают. И мне выдают дженерики этих лекарств, которые мне выписывали в стационаре. И типа это не очень здорово, потому что дженерики, они совершенно по-другому себя ведут. И от них как раз-таки я могу поправляться. Я не знаю. Возможно, не от них. Возможно, еще от чего-то. Возможно, именно из-за того, что я ужинаю после 11 часов. Ну, хрен бы с ним. Как бы я и не ложусь в 12. Я сплю по 3 часа. Обычно. Когда у меня работа. Может быть, из-за этого, конечно. Хожу, блин, в этот фитнес. Сейчас немножко скинула, типа полтора килограмма. Но за сколько я скинула полтора килограмма? За пару недель. Примерно. Потому что я, допустим, заболела прям. Прям заболела. И мне было абсолютно как-то... Ну, не то, что не на диеты. Мне было лень ходить в магаз. Я перестала обедать. И кусок в горло не лез в обед. Лекарства не пью уже недели две. Вообще, у меня не было времени съездить за лекарствами. Они кончились. Но я обязательно съезжу. Я возьму. Я завезу лекарства, которые у меня остались от прошлого лечения. Отдам врачу их. Потому что он меня просил это сделать. Не знаю. Возможно, у них там кончается что-нибудь. Возможно, просто, чтобы у меня их не было. Типа, чтобы я их внезапно не сожрала в порыве каком-нибудь. Не знаю. Надеюсь, что путём вот таких вот нехитрых манипуляций, которые я сейчас сделаю, я похудею. Было бы, конечно, очень классно похудеть до 65 хотя бы к лету. Потому что меня совершенно не устраивает мой вес. Не то, что я себя как-то из-за него не люблю, ненавижу, да, там, а то, что неудобно. Очень неудобно. Я себе нормально шнурочки завязать не могу, ножку не подняв. Не могу поднять ногу. Вот. Ну, просто как бы некрасиво смотрится. Мне кажется. Наверное, не кажется. Зато я могу шутить над жирными. Потому что сама жирная. И никто мне ничего за это не сделает. Если хотите увидеть тикток с теми лекарствами, которые я принимаю, пишите. Либо этот шорт. Также пишите, если хотите, видео с разбором моей косметички, потому что мне пора её разобрать и выкинуть просрочившиеся продукты. Мне пора много чего сделать. О, пора вообще убраться в квартире. Те, кто был на моём стриме, знают, о чём я говорю. По возможности лечитесь сразу, сразу в стационаре. Не надо никаких частных врачей подключать, потому что частные врачи им, ну, если даже не всё равно на вас, только на ваши денежки, да, им будет не так просто поймать момент, когда вы толстеете. Тем более, скорее всего, вам без всяких анализов будут назначать препараты, а в стационаре вы пройдёте все анализы, как бы все обследования, сдадите анализы, и вам тогда уже назначат какие-то препараты, судя по вашим анализам. И тогда, возможно, вы даже вес не наберёте, а если будете набирать, это будет контролировать и менять вам препарат сразу же. И не бросать препараты, как это делаю я. вы также можете рассказать о своих диетах, которые вы соблюдаете, которые вам помогают в комментариях. Возможно, если кто-нибудь расскажет, я зачитаю их в следующем видео. Вот также расскажу вам про следующие работы, из которых я выбираю, потому что я хочу уйти из собачки. Мне надоело. Я хочу больше денег, а не столько, сколько я сейчас получаю. Конечно, с премией я получаю. Это мало. Для Москвы этого мало. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока. Пока.